друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua меня зовут александр мы с вами сегодня будем рассматривать очень интересные аппараты это xiaomi redmi note 3 это новинка от компании новинка которая готова соперничать с любыми флагманскими смартфонами с умеренной ценой в китае эта модель стоит приблизительно 200 210 долларов в украине естественно немножко дороже смотрим в комплектацию вот такой вот коробки поставляется этот смартфон эту модель мы очень долго ждали интересные технические характеристики минимальная цена устройства поэтому тут есть на что посмотреть и о чем рассказать коробка вот такая в комплекте здесь штуки на смартфон одеваются есть вот такая вот скрепка документация от производителя стандартная зарядка зарядка у нас идет на 2 ампера и micro usb кабель больше в принципе ничего нет есть у нас в магазине силиконовые бампера есть оригинальные пленки оригинальные аксессуары к этому смартфону поэтому если нужно обращайтесь спрашивайте внешний вид смартфона по сравнению с сяоми redmi note 2 кардинально изменился очень многие сравнивают эту модель именно с 2 версии я считаю что сравнивать это эти модели некорректно потому что но это совершенно новый продукт совершенно другой формат и тут совершенно о других моментах нужно говорить первое о чем я считаю нужным сказать это то что эта модель выполнена в неразборном корпусе то есть это монолитный такой блок и симки вставляются через слот вот такого формата сразу хочу сказать вот сразу же в начале нашего обзора о негативе о единственном негативном моменте который я нашел в этом смартфоне для себя дальше все будет со знаком плюс я считаю что сборка у монолитного смартфона конструкция которого является неразборной сборка должна быть идеальная вот таких вот моментов их просто-напросто быть не должно вы возьмите любой смартфон meizu m2 mini m2 note m1 note mx5 mx4 да любую модель да не только meizu любых других производителей возьмите с неразборным корпусом они не будут трещать они не будут люфтить данная модель трещит она очень незначительно но она чувствуется и когда первый раз берешь смартфон допустим когда первый раз берешь смартфон meizu mx 5 в руки то действительно чувствую что это очень и очень крутая сборка здесь же я когда первый раз получил эту модель то ну не было у меня какого-то восторга не было у меня какого-то эффекта вау потому что сбор сборка вот это вот металлическое спереди у нас стекло сзади металлический каркас и металлическая задняя панель но она немножко поскрипывает но к сожалению но это вот единственный недостаток этого смартфона который я могу на сегодня и в данном обзоре котором я буду говорить лицевая панель представлена в размере 5 5 дюймов если у нас олеофобное покрытие которая защищает и от отпечатков пальцев но как вы видите что отпечатки пальцев уже есть и от царапин здесь у нас идет три сенсорных кнопки которые подсвечиваются и в принципе их хорошо видно фронтальная камера основной динамик есть индикатор пропущенных действий сверху у нас инфракрасный порт разъем для наушников микрофон с этой грани у нас качелька громкости вверх вниз и кнопка включения выключения расположены они довольно таки удобно нареканий нет с этой стороны у нас разъем под сим карты сейчас вам покажу и расскажу еще об одном моменте этого смартфона эта модель не поддерживает карты памяти слот здесь вот такой вот обычный а не такой как на новых meizu m2 note там где трансформер где можно было поставить 2 наносимки либо на на плюс micro sd ну ничего страшного для этого есть 32 гиговая версия которую я держу сейчас в руках я не вижу смысла особого покупать версию 2.16 хотя может быть для кого-то смысл и есть но разница по деньгам невелика и так как здесь нету карты памяти но лучше покупать уже именно 3.32 версия снизу у нас еще один микрофон и разъем под micro usb задняя панель представлена металлическом корпусе вот это вот по идее пластик а вот это вот крышечка это металл здесь есть логотип компании есть динамик есть отличная 13 мегапиксельная камера двойная вспышка и дактилоскопический сканер отпечатков пальцев который работает действительно очень круто и об этом тоже отдельно остановлюсь расскажу покажу по поводу сборки я вам все рассказал это мое мнение ну здесь сто процентов не такая сборка как мы изуем x5 как мы изом 2 ноты м2 mini сборка по моему мнению хуже производитель постарался на славу сделали они шикарный аппарат по всем техническим характеристикам по всем моментам я сразу рассказываю основные моменты которые задают наши клиенты прошивка прошивка у нас уже сейчас продажи и у меня сейчас на обзоре это миюай про сборка эта прошивка которая будет уже обновляться по воздуху в подтверждение этого вот сейчас у меня в обновлениях закачивается предлагается вот прошивка вышла буквально буквально на днях буквально сегодня вчера ее можно загрузить вот она у меня уже загружается грузится довольно таки долго но ничего страшного наша прошивка прошивка в antelive.com.ua обновляется миюай про сборка именно поэтому покупать нужно именно у нас прошивка полностью на русском языке полностью все адаптировано для рынка украины подтверждение того что работает 3g у нас в кривом роге провели 3g наконец-то и вот вы видите что показывает киевстар 3g поэтому для украины эта модель подходит максимально здесь все локализировано все продумано вы прошивка обновляется скорее всего это будут еженедельное обновление уже там появились вот это вот обнова которую я вам показываю 6114 уже она появилась на официальном сайте xiaomi поэтому никаких проблем с прошивкой у нас нет по меню полностью все переведено на русский язык и нареканий нет по поводу экрана экран для меня точно такой же как был на xiaomi redmi note 2 ничего не есть различные настройки управления одной рукой есть различные настройки температуры сделать более холодным либо более теплым изображения и так далее стандартный статус бар то есть ничего особенного это стандартная miui pro сборка от xiaomi все адаптировано с плей маркетом все отлично работает нареканий у меня тоже никаких отдельно я бы хотел остановиться на сканере отпечатков пальцев этом смартфоне все дело в том что я считаю что расположение сканера отпечатков пальцев сзади на смартфоне это плохая идея потому что ну есть более удачные методы расположения сканера например где-то вот здесь механическую кнопочку как на айфонах как на мэйзовым x5 и мы видим просто куда нажимать и пальчиком нажимаем и он разблокируется любое расположение отпечатка пальцев сзади я считаю некорректным потому что мы будем мазать пальцем камеру мы будем не попадать и так далее и тому подобное но это принципе первый смартфон который действительно даже в таком положении сканер работает отлично быстро четко и полностью справляется со своей задачей дело в том что компания xiaomi перед выпуском этой модели заявила о том что в этом смартфоне будет принципиально новый сканер пальцев он будет какой-то там супер с технологиями он будет сверхбыстрый за 0 3 секунды в принципе они сдержали слова сканер отпечатков пальцев работает довольно таки хорошо срабатывает он но если не в сто процентах случаев то практически всегда естественно могут мешать различные факторы если допустим там грязный он будет а он будет грязный потому что если мы будем разблокировать все время это руки это мобильный смартфон он будет грязным и возможно с этим тоже могут быть какие-то проблемы но в целом именно в этом смартфоне именно с таким расположением этого сканера я относительно доволен вы видите что как он срабатывает как он четко срабатывает когда там все нормально и я считаю что реализация этого сканера отпечатков пальцев в этом смартфоне выполнена достойно тестировал я естественно производительность этого смартфона покажу вам сейчас как работает асфальт 8 в этом режиме продемонстрирую звучание внешнего динамика как и обещал немножко ранее звук в принципе в динамике довольно таки неплохой качество у него хорошая звучит он достойно ну из производительность у смартфона тоже все отлично здесь helio x10 это мтк 6795 3 гига оперативной памяти поэтому почему тут должны быть какие-то проблемы с производителем я забыл вам показать antutu тестер какие баллы он нам дал и что тут за дефицит технические характеристики в этом смартфоне новые antutu 6 версию на 42 почти 43 тысячи баллов в рейтинге эта модель не самая мощная здесь будем откровенны здесь не топовый процессор производительности уже в 2016 году поэтому ну результат вот такой вот процесса примерно такого же уровня как в леново к 3 ноут но это бенчмарк это результаты в цифрах по техническим характеристикам данная модель имеет 67 95 процессор графический ускоритель g6 2000 full hd разрешение дисплея камера 13 мегапикселей данная версия у нас имеет 3 гига оперативной памяти и 32 гига встроенной здесь нет поддержки карт памяти эта модель поддерживает отг разъем у нас здесь 64 битный процессор 8 ядер по 1950 мегагерц фронталка у нас на 5 мегапикселей nfc нет ну и различные датчики которые есть у этого смартфона еще одним очень важным аспектом данной модели при том что толщина его составляет всего лишь 8 и 7 миллиметров данная модель оборудована мощнейшим аккумулятором на более чем 4000 миллиампер часов вроде бы там что-то около 400 я тестировал этот момент я тестировал аккумулятор потому что считаю что именно аккумулятор это одно из самых важных технических характеристик в смартфоне аккумулятор сработал отлично и просто показал шикарный результат 8230 баллов для смартфона который имеет full hd дисплей который имеет крутой процессор производительный прожорливый который имеет 5 5 дюймов дисплей 8230 это просто супер результат лучший результат чем у мэйзу mx 5 это результат на уровне течил 5000 у которого была батарейка на 5000 миллиампер это значит что купив xiaomi redmi note 3 вы сможете пользоваться ним в умеренном режиме примерно три-четыре-пять дней я думаю это будет железно если будет активное пользование то этого смартфона хватит ну я думаю на два дня сто процентов поэтому еще один плюс xiaomi redmi note 3 за то что производитель сделал его настолько автономным тестировал я естественно и gps навигацию никаких проблем с этим нет mtk 6795 никогда не отличался какими-то проблемами с gps поэтому все супер все отлично камера у нас на 13 мегапикселей основная и на 5 мегапикселей фронтальная есть различные фильтры есть различные настройки есть настройки непосредственно по качеству изображения в разрешении соотношение сторон качество фото и так далее по камере я могу сказать что во первых камера мне понравилось делает она классные фотографии качество отличное но в целом как по мне камера точно такая же как была на сяоми redmi note 2 там тоже качество фотографий отличная и видеозапись формате full hd и никаких там проблем с камерой нет с фокусировкой в общем по камере однозначно модель заслуживает внимание если вам нужен камерафон если вы устали таскать за собой свою свою зеркалку свою мыльницу какую-то недорогую то вот эта модель вам полностью все заменит и будет все супер видео записывается в формате full hd тоже я записал скину вам в описании под видео ссылочки и вы сможете это все посмотреть практически все рассказал все что хотел хочу сказать следующее данная модель является очень интересным вариантом для приобретения по одной простой причине у нее есть классный дактилоскопический сканер от площадков пальцев да он находится не в том месте где бы ему нужно было бы быть но тем не менее производитель сделал его отличным и срабатывает все супер быстро и практически всегда стабильно и нормально еще одно обстоятельство это металлический корпус но как я говорил в начале своего обзора то что этот корпус ну не совсем идеален в плане сборки у мэйзу смартфоны собраны лучше четырехтысячный аккумулятор супер важный аргумент в пользу xiaomi redmi note 3 вас таким железом и с таким аккумулятором ну я затрудняюсь подобрать вам аналогичную модель прикольный внешний вид хорошая камера хорошее звучание прошивка на данный момент это но абсолютная новинка поэтому каких-то супер стабильных и без баговых прошивок просто-напросто не существует но у нас мию и про сборка у нас этот смартфон уже готов обновляться он уже готов скачивать вот эту вот прошивку и с каждой неделе вы сможете обновлять на этом все спасибо за внимание вот я вам рассказал о том смартфоне который если вы его купите в антилайфе комью а вот именно в таком виде он к вам приедет именно с этой прошивкой это очень важно и все у вас будет работать отлично и 3g и обновление по вайфаю как у меня сейчас он требует обновиться и производительность и так четко будет работать сканер четко в пальцах на этом все спасибо за внимание оставайтесь с нами скоро будет очень много новых обзоров на новинки спасибо всего доброго а